По правде говоря, если бы мы всегда могли хранить в своём сознании ясный живой образ того, что должно быть, не иллюзию, что всё уже так и есть, но иметь ясное и позитивное видение того, что должно быть, несмотря на все опровержения, это было бы очень сильно. Я чувствую, что в этом заключена настоящая созидательная сила. Так вот, как знать то, что должно быть? И вот, наверное, сегодня очень важно иметь правильное духовное просвещение. Правильное, я подчёркиваю, не такое детское, лубочное, которое нам пытаются представить. То есть надо знать человека, что собой представляет человек с современных позиций, совместив психологию новую с эзотерикой. Надо знать, безусловно. Надо знать законы эволюции. Надо знать, на каком месте сейчас в эволюционном процессе мы находимся, как себя определить, где мы находимся. Тоже важно. Надо знать механизм эволюционной трансформации человека. Надо знать этапы, вот эти переходные моменты. Надо знать конечную цель в конечном счёте. И не ныть по поводу настоящего. Вот это просвещение, так сказать, должно в хорошем смысле помочь тем людям, которые действительно готовы к серьёзной работе. Вот именно это просвещение. Не какие-то детские лубочные вещички, не какие-то заманчивые конфетки, да, а просто, так сказать, правильно с научной точки зрения, с позиции подлинной религии и истинной науки о человеке сегодня всё это осветить. Вот это очень важно. Пытаемся это делать, что-то получается, но, видимо, получается, если есть результат. Наверное, идём как-то в правильном направлении. Нарастает эта уверенность. Не критиковать, не критиковать, не видеть того, чего не должно быть, видеть только то, что должно быть. Это большая победа, которую надо одержать. Огромная победа. Вокруг меня нет ни одного оптимиста, вот в этом ашраме. Всё, что они мне говорят, всё, что они мне приносят, это всегда видение того, что должно уйти, но видение того, что должно быть, я никогда не видела ни в ком, кроме Шри Аарабинда. То есть, это не значит, что вы должны ждать результат конечный, но вы должны прекрасно понимать смысл своего существования, некое программное действие, которое ты должен делать, не торопя результаты. Вот это должен ты понять. Куда ты идёшь? Без этого понимания, в общем-то, всё будет частично, фрагментарно, и вся жизнь, в общем-то, не будет иметь никакого смысла. Всё будет урывками, клочками какими-то там, судорогами. Вот это ясное понимание, куда ты идёшь. Не просто какая-то эфемерная цель, а то, что действительно с научных позиций, с позиций подлинной религиозности будет освещено. С самого раннего детства и в течение более 80 лет, более 80 лет я всегда была окружена людьми, которые приносили мне в изобилие своё недовольство, несогласие, ещё всё больше и больше глубокой неблагодатности по отношению не ко мне. Это не имеет никакого значения по отношению к божественному. Когда люди приходят и ноют по поводу своего настоящего существования, они, естественно, клянут божественным, сами того не понимая, но не понимая, что сами они как раз и есть истинные виновники того, что с ними происходит. Вот в этом весь фокус. И вот она говорит. Они бессознательно, бессмысленно винили в своих неудачах или бедах обстоятельства, и, соответственно, они винили, не говоря, не называя этого имени божественным. Считали всё это случайностью. На самом деле, непонимание педагогики кармической – это большая беда человечеству. Непонимание божественного промысла, роптание на него – это великий грех. То есть только практика смирения, абсолютного смирения, понимания, что всё происходящее с тобой сегодня есть твоё прошлое, вернувшееся к тебе в несколько иных декорациях, только это может трансмонтировать всю кармически предшествующую жизнь. Всё. Это роптание на Бога, на судьбу, принимает более или менее невежественные, более или менее интеллектуальные формы. Но всегда в этом некая горечь. Иногда это принимает личные формы, тогда борьба становится более трудной, потому что нельзя примешивать личные отношения. Это не личный вопрос. Ошибочно думать, что может быть в этом мире какое-то личное движение. Это невежественное человеческое сознание переводит эту проблему на личностный план. Но этого нет. Всё это земные позиции. Когда мы говорим о каких-то личностях, связях, личностных движениях, о каких-то случайностях, которые преследуют человека, всё это очень чётко вмонтировано в всеобщий процесс. Вот эти все нити тонкие, кармические, они связывают человечество в нечто единое. И поэтому роптать или приписывать, роптать на обстоятельства и приписывать всё его величество случаю, это опять-таки невежественное понимание того, что на самом деле существует в нашей с вами жизни. То есть это целиком, говорит, мои земные позиции. Надо всё рассматривать с позиции, в конечном счёте уже высшего промысла. Это пришло к нам с разумом, у животных такого нет. Поэтому я чувствую некто кротость животных, даже в так называемых свирепках хищников. Вот этой кротости нет в человеке. Ты человек не смирен. Животные не смирен. С этим всем спят. Кошки спят и спят, ночью спят, днём спят. Не знаю, поедят, там поиграют, опять спят. Они не недовольны. Они недовольство только изъявляют, когда ты их мешаешь спать. Если они устроились спать, он тебе может царапнуть. И только. А люди – это те существа, которые с разумом получили то, что он называет недовольством, ропотом, обстоятельства, списывать всё на случай. Это только люди умеют делать. Из всех движений наибольшую радость, имеется движение души или движение эмоциональное, радость без примеси, не запятнанную эгоизмом, приносит спонтанную благодарность. Это что-то чрезвычайно особенное. Это не любовь, это не самодача, это полная радость. Очень полная. Несомненно, из всех движений, в пределах достижения человеческого сознания, именно это движение дальше всего выводит вас из вашего эго. Благодарность. Вот надо научиться, но поначалу, может быть, это будет не очень искренним, но за всё, за всё искренне благодарить Бога. И тогда у вас будет величайшее искусство, вот эта молитва, благодарность за всё. С вами что-то случается, по человеческим меркам, негодная, да, а вы благодарите, потому что это урок. Потому что без того, чтобы понять это и отблагодарить Господа за это, вы никогда к нему не подойдёте, потому что будете всегда считать это, ну, либо случаем, либо каким-то наказанием от кого-то. Нет, это воспитательные меры. И надо благодарить Господа за то, что Он нас мягко воспитывает, мягко. Если мы не понимаем, Он нас жёстко воспитывает. Может, в конечном счёте, на каком-то жёстком воспитательном акте, если ты это поймёшь, то и за жёсткий воспитательный акт поблагодарит. И вот вся жизнь как-то вот, она выстраивается, я посмотрел в ретроспективность, что со мной было. Я тогда его не благодарил, но сейчас я понимаю, что для моего становления, вот те события, которые происходили, они были просто необходимы. Сейчас я его оптом за всё поблагодарил, и больше туда не возвращаюсь. И когда это может быть немотивированной благоданностью, тогда это вибрация, на самом деле это вибрация того, что существует, потому что есть причина существования, тогда много-много барьеров сразу исчезает. По сути, благоданность – это только лишь лёгкий оттенок сущностной вибрации любви. То есть, не надо благоданность мотивировать каким-то конкретным. За всё благодарю. Вот день наступил – поблагодарил. Так, ногу сломал – поблагодарил. Почему сломал? Да не бдителен ты был. А могло бы худшее быть, не только ногу потерял, или временно, а что-то большее. То есть, иногда вот эти, казалось бы, вещи, которые, ну, есть что-то, что необязательно, да, на самом деле нас от более серьёзных вещей способны оградить. Вот у меня в жизни вот с сыном был такой случай, совершенно, так сказать, потрясающий. Моя мама сломала ногу, и я его позвал, чтобы помочь, там, если бы он в этот день не пришёл к маме, то его бы убили. Потому что там, куда он хотел идти, там был тот погром, где всех просто, вот тот вот период страшный. Он просто вот должен был пойти, не потому что он участник там чего-то, он бы там оказался, потому что уже был договор, он должен был туда пойти. Вот мама ломает ногу, я его зову. А утром, оказывается, вот такой сопротив. Ну, видите, вот как так. Не сломал бы она ногу, и потом она вспоминала, когда ей рассказали, мне бы, хорошо, что я ногу сломал. Но когда ей рассказали, так она адекватная была, человек, она говорит, вот видишь, хорошо, а Димочка, она говорит, вот, видишь, я ногу сломал. А вот видите, вот как, ну, это, как вот, Господь, вот, иначе как бы я его позвал. Но надо бабушке там помочь, ему надо было там перенести, там, куда-то, вот, к скорой помощи, как раз, вот вызывали, его надо было там переложить. Вот именно он поэтому и не пошел туда, вот, вот и все. Видите, вот как тут вот совместить, где промысел Божий? Ты, что-то там такое по мелочи с тобой случилось, а по-крупному могло бы, ой-ой-ой, это вся вот эта вот нить кармическая, она уж очень-очень, так сказать, тонко соткана. Нет, но он проявил смирение, я бы попросил, он пришел. Он не мог отказать, он у меня очень исполнительный ребенок, там, если его попросишь, он сделает. Есть же такие бунтари, он этим не был, таким, которые там, все пофигу. Его попросишь, он придет. Я бы мог его не просить, в общем-то. Ну, обошлись бы. Но я его именно попросил. Это уже промысел Божий. Это уже промысел Божий. Ну, да. Ну, можно было обойтись, там, сосед там, еще кого-то мог, но я его позвал. Он приехал издалека, ну, как бы, с другого конца Москвы, я бы диму, нужно. Он приехал. Ну, вот такие какие-то конкретные вполне вещи-то. Вроде бы они случайные, а вот ничего случайного нет. Все где-то так устроено, что малейшее событие, вот там, как бабочка, сел на цветок, цветок заколебался, мировые последствия, это может иметь, да. Строгость, аскетизм, даже самое сильное и строгое стремление, вся суровость, все это не дает никакого эффекта. Липкая ложь остается там, позади, не шелохнувшись. Но она не может сопротивляться сверканию радости. Это интересно. Бог – это прежде всего свет. Свет, призванный поразить мрак. А свет – это радость. Если люди сидят в этом заточении, в полной аскезе, не мытые, не бритые, не евшие, не пившие, и это считается верхом духовных достижений, то это все ложь. Это та самая ложь, которой поклоняются люди, думая, что это верх чего-то всего. Потому что все великие праведники, в конечном счете, начиная с этого, они говорили о срединном пути. Что тело нельзя игнорировать. Что тело – это основа, в конечном счете, земного существования. Или приходили к этому. Да, приходили они. Вот приходили в конце своего праведного пути. Тот же Серафим Саровский, тот же Паисий. Потому что они стали теми, кем они стали, вопреки тому, что им рекомендовалось с самого начала. То есть они как бы прошли через искушение вот этой аскезы и вышли на правильный путь. Ради нас, в общем-то. Они нам донесли уже потом, что не нужно этого делать, но не нужно это для того, чтобы святость обрести. Не нужно этим заниматься до такой степени. Не надо потакать тело, не надо потакать его каким-то, так сказать, волонтаристским желанием. Но крайности всё это сводить – это абсурд. Крайний аскезий. Можно было бы сказать, что ложь – это скорбь Господа, а его радость – это средство лечения всей лжи. Надо, чтобы скорбь была выраженной, чтобы её можно было устранить из творения. И скорбь – это ложь. Скорбь Господа, скорбь по её сущности – это просто ложь. Так что жить во лжи – это причинять боль Господу. Это открывает горизонт, и его радость излечивает всё. Вот это чувство вечной скорби, пусть даже по Господу ты скорбишь, по нему скорбеть не надо, к нему надо идти. Вот это самый большой яд, впрыснутый, так сказать, церквью, в её, так сказать, всеобщем варианте, что ты должен постоянно скорбеть, скорбеть о своих грехах, скорбеть о своей грешной жизни, скорбеть о мраке сегодняшнего существования. А где свет? Иисус говорил о свете, Он говорил ученикам, вы свет миру. Вот приходишь в церковь, света я не вижу, если так вот посмотришь на выходящих. Какая-то хроническая вечная скорбь. Где свет? Покажите. К свету надо идти. И вот эта скорбь, она на уровне уныния, потому что уныние считается христианским грехом, одним из грехов, да. Но почему-то скорбь и уныние, они настолько тесно переплетаются, что есть как бы скорбящий, он в унынии постоянном находится, в безысходность какая-то у него. Он ждёт награды там, потому что здесь вообще выхода нет на земле, всё, конец. А выхода только здесь, не там, за хорошее поведение и за скорбь всеобщую тебе дадут эту награду. Если ты здесь этого не получил, то там тебе уже никто ничего не даст. Сатрем. Каждый раз, когда новая истина предпринимала попытку проявить себя на земле, её атаковали, извращали, избивали с пути псевдо-духовные силы. Они в самом деле представляли определённую духовность на некоторый момент времени, но как раз ту, которую новая истина стремится преодолеть. Каждый этап духовного становления, да, в народах, в нациях, которые играли ведущую роль в этом процессе, на какое-то время действительно то, что они сделали, отражали истину. Но потом приходит нечто новое, следующий импульс. И вот то, что было истиной на какой-то момент, оно должно быть прорвано. То есть это вот плотина должна быть прорвана, должен быть новый какой-то процесс. А у нас сейчас в методическом плане, в плане, так сказать, каком-то, так сказать, заумно-оккультном, что там-то уже всё было открыто, там всё было сделано, мы оттуда возьмём, потому что мы сегодня всё забыли, а сегодня этот рост идёт, и вот то, о чём мы с вами говорим, это венец духовных исканий на сегодня, всего тысячелетней, многотысячелетней истории человечества, сегодня этот венец-то он в конечном счёте представлен. Мы с вами не осознаём этой ситуации сейчас, потому что мы не на расстоянии. Мы в этом сравниваем, что вот Шри Арабинда, когда он жил и уже всё знал, и мы, сколько лет прошло. Почему? Да мало лет, совершенно всё, 50 лет всё прошло. Вот, дальше продолжаю. Ложно не сама, ложно не сама старая духовность, которая пытается превзойти новая истина, фальш в вечном факте того, что прошлое цепляется за свою власть, за своё средство, за своё право править. То есть, вот эти организованные религии или секты, они пытаются законсервировать это и выдавать это за истину. Что на сегодня уже ничего другого быть не может. И каждый за своё цепляется, поскольку это дивиденды приносят, в общем-то. И человеческие дивиденды, и энергопитание там какое-то, может и материальное там, ну понятно. Как же так вот от этого отказаться? Как же признать, что вот новое это действительно, оно новое? Нет. Будут упорно цепляться, стоят на своём. И это понятно, почему происходит. Эгоистическое существование, так сказать, оно само по себе основано на том, чтобы прибрать всё к рукам. Этот максимум, насколько можешь ухватить, держать. Всё. Как просто говорила об этом мать, я продолжаю, сад према. Зло это значит оставаться вот здесь, прицепившись к старому. И здесь как раз уместен юмор шри-авробида. Духовная истина прошлого очень хороши там, где они есть в прошлом. Всё. Динамика, динамичен процесс. А мы йоги, моги, там, раджна, джняна, бхакти, махти. Чего там? Это была частичная реализация отдельных аспектов, так сказать, человеческого существа. Это была попытка как-то раскачать их, причём неугодными силами, неверными способами, способами, так сказать, частными, способами неглобальным. И это на то время было величайшее достижение. Я в этой книге пишу об этом. Это было величайшее достижение. Вся структура, так сказать, философии мира, которую индийцы представили, это потрясающий был прорыв. Правда, там богов были десятки тысяч, всех имён не запомнишь, конечно, да? И у каждого, так сказать, своя проблема, которую он решал, якобы, в человечестве. Вот это другой вопрос. Но философская картина мира, космогония, потрясающая совершенно была им описана. И венец духовных эскандиньи – это бахагават-гита. Она приводит к духовному рождению, сосредоточить всё внимание на мне. Погляди на кончик носа, там этот процесс, вот он, вот он, нисходящий. Вот там об этом речь идёт напрямую, вернее, напрямую косвенно, если мы понимаем, о чём идёт речь. Не говорилось о этой силе. Вот это венец. Вот Индия представила максимум духовное рождение. Вот оно, хватит. Вот что, что она выдавила себя за тысячи вот этих лет. А потом умерла. Спящая нация, как назвала Вишния Варабинда. А мы реанимируем всё оттуда, почему-то. Александр Васильевич, не годится пословица. Что? Не годится пословица, всё новое, хорошо забытое, старое. Всё новое, да. Всё новое, хорошо забытое, старое. Правильно, годится пословица. Потому что вот всё, так сказать, новое, оно как раз на сегодня, оно и растёт из совершенно простого. Отдайся Господу, ты от него пришёл. И вот теперь сдай себя ему. Всё. Вот это хорошо забытое, старое. Это наш ум усложнял. Не хорошо забытое, старое, умом накрученное. А простое, из чего мы и зашли. Откуда мы вообще стартовали. Вот ему и отдадимся. Больше ничего. То есть, очень старое. Исходное старое. Вот к нему надо вернуться только на другом уровне. С полным пониманием. Мы же без ума оттуда стартовали. А это было очень просто. Мы в нём жили, мы в нём купались. Но почему-то нам захотелось, захотелось переживания, захотелось, так сказать, жизнь познать во всей её полноте. И вот играли в эту игру. Да познавались, да переживались, всё усложнили. Ну а теперь к простому надо возвращаться. Вот и всё. У Стеурабинда было впечатление, что наиболее отдалённой от Господа является жестокость. Он чувствовал себя очень далёким от этого. И именно эта вибрация казалась ему наиболее далёкой от вибрации Господа. Вот именно жестокость правителя, если она доставляет ему удовольствие, то он безмерно далёк от Бога. Как говорят о правителях, которые жестоки. Ну и Иван Грозный, допустим, и канонизировать даже вроде как предлагали. Пётр Первый. Это жестокость, да? Но это жестокость та, которая, в общем-то, не позволяет его причислять к лику каких-то святых. Это инструмент Бога, безусловно. Инструмент, который вносит коррекцию в деформированный путь, ну, искривлённый путь. Но стоит правитель близок к Богу, или что он от имени Бога действует, простить. Это бессознательный инструмент пожественного. Бессознательный. Об этом надо помнить. И никогда я Петра Первого не признаю, так сказать, вот, его божественность, если он рубит голову там узникам, вот, сам рубит, и оттяпает, и напьётся водки, и счастлив, наутро. Он выполнял определённую миссию, реформировал страну, но, естественно, от личности многое зависит, вот как ты её будешь реформировать. Наиболее мягко реформировал страну кто? Сталин. Вот с такого, с крутого поворота. Наиболее мягко это делал. И мы с 37-го года только начали выходить из глубины падения России. Когда вот те революционеры первой волны, в 37-м году они перестали существовать. Появилось совершенно новое поколение. Вот Россия вышла из этого пике. В 37-м году, как ни странно, она стала выходить. Из прошлого. Болезненный был процесс. Как один молодой автор, ну, уже не молодой, но сейчас ему лет за 40, он сказал, что вот те большевики, которые в 37-м году пошли под нож, это, как быть, стадо бросившихся в бесов, вот свиней, которые все лились, вот это закончился этот период. Как в библейском. Помните, вот этот? Стадо свиней, все бесы перешли в свиней, свиньи попрыгали. Вот это, говорит, вот произошел процесс, как бы, очищения, все. Прошлое со всеми этими революциями, с террорами, оно ушло в прошлое. А потом началась война. Очистительная война, вот та за Отечество война, Отечественная война. Сколько душ героической смертью, вот той самой, пойдя на войну, это уже героизм. Не убежав в Ташкент или справку там медицинскую какую-то получив, люди шли, это уже герои, это те люди, которые, в общем-то, в душе росли, безусловно. И любая смерть на фронте, любая смерть на войне, это героическая смерть. И душа в последний момент, вот, которая переполнена чувством, таким справедливым, защитой Отечества, пусть она коллективная, эта душа, всегда каждая единица имела вот этот, будем говорить, духовный импульс. Это рост души. У нас не случайно сейчас территорию, мы же в этой войне участвовали, конечно, кто-то из нас обязательно там был, поэтому мы потенциал-то имеем. Много непонятного на первый взгляд, так сказать, вот в божественном промысле. Кажется, что все как-то не так, все должно быть проще или много сложнее, а вот все так, как так. Интересно все. Только жить начинаешь, понимать, вот, как все это тесно взаимосвязано. Мне кажется, наиболее темным, говорит мать, наиболее нетным, это тотальное отрицание того, к чему мы стремимся. Это и есть ложь. Утверждение, что божественное не существует, что жизнь не существует, что свет не существует, что нет любви, что нет развития, это негативное отрицание, темное отрицание. Ну, все, что самое, так сказать, ненавистное, в смысле, так сказать, пораженческое, это действительно отрицание божественного, отрицание света, отрицание возможности изменить себя. Люди, которые стоят на этих позициях, которые согласны с тем, что есть, так сказать, вот в этой жизни, то есть не бунтари в духовном плане, это, наверное, самое-самое действительно темное, самое инертное. Люди всегда делают что-нибудь ради чего-то, всегда с какой-нибудь целью, по какой-то причине, всегда есть мотив, даже духовная жизнь, даже духовные усилия предпринимаются ради развития сознания. Чтобы достичь истины, это некая вибрация, у которой всегда есть хвост впереди. Клетки тела обнаружили, что если они научатся иметь вибрацию без этого хвоста, её мощность увеличивается раза в десять. Вот хвост – это то, что человек пытается счет достичь. Вот если ты встал на духовный путь и пытаешься что-то достичь, не просто работаешь, вот тебе сказали, вот так надо работать, вот и всё, и не думай о том, что будет. Вот если ты имеешь усилие чего-то достичь, то у тебя хвост, вот этот шлейф, он мешает тебе, каким-то образом задерживает в развитии. А вот просто делай, не ожидая результата. Вот знаешь, что делать, и делай это, стяжай этой силы, доверься этой силе. То есть тебе сценарий весь не выписывается. Вот как Татковский, как режиссёр, он никогда не давал никому читать сценарий. Он приглашал актёров. Согласны? Согласны. С ним все были согласны. Если позвал, значит позвал. И когда его спрашивали, тот же Банионис, вот я читал, Банионис, актёр, конечно, мощный, в Солярисе, который играл, он говорит, я попросил сценарий, он мне его не даёт. Мне говорит, не нужно, чтобы ты знал, что там дальше будет. Ты мне сыграй конкретно вот эту сцену, как я хочу. Вот эту сцену. Вот здесь, сейчас, вот всё. Дальше я скажу, как следующую тебе сыграть. А то ты настроишься на определённую роль, на конечный результат, и будешь себя вот так вот выстраивать. Нет, вот сыграя мне это. Мне не понравится, я 10 дублей сниму, но я добьюсь того, что ты сыграешь это так, как мне надо. Вот у Господа тоже, не надо вот куда-то там далеко, а вот играя вот эти сцены по жизни, вот они конкретные, здесь, сейчас. Вот ты идёшь же вот этими маленькими шагами, не надо там уже о конечном результате пока думать. Потому что все актёры в этом театре божественном, давайте играть вот сиюминутно, как он требует. Если мы неправильно играем, он нас бьёт. Вот и всё. Вот режиссура духовного пути, тоже так интересно, когда аналогии проводишь. Истинная вибрация та, что без причины следствий. Каждый миг бытия вселенной всеобъемлющий абсолютно. Но именно это и выразили в словах, быть тобой Господи, быть каждый миг высшей спонтанностью. Да, вибрация высшего порядка, она одинакова, в ней нет никаких разделений. Если ты действительно ощущаешь эту единую вибрацию, то вся жизнь твоя, всё твоё поведение становится спонтанным. Это сверхсознательная психическая деятельность, то есть психическая деятельность, которая не есть интуиция, не есть, так сказать, какая-то животная интуиция, либо наша волевая и эгоистическая деятельность. Это деятельность, которая непосредственно направлена на результат. в каждый момент времени это результат конкретный безошибочный результат и потому ты становится возможным жизнь легкой как дыхание как радость существования только именно в конкретный момент времени то что в этот момент необходимо то и происходит каждое мгновение всевышнего она цель она в самым себе а что же такое мгновение чему она соответствует в истине всевышнего я не знаю для нас она просто вот так переводится любое изменение переводится для нас с понятием времени некий временной пробежуток определенной временной пробежуток будь он бесконечным или вечным он все равно остается неким отрезком времени а для него перемена не имеют времени как это так чему это соответствия не знаю ведь сознание она будет о своем сознании совершенно вне времени вне пространства и все-таки она есть это нет божественно то есть вот это потеря ощущения времени пространства пребывание себя в вечности вот она гути не знаю как это объяснить для меня существует конкретных промежутков времени жизни от или до вот отсюда или досюда я должен там что-то делать да я просто живу и каждое мгновение проживается во всей полноте она не анализирует процессы во времени то есть вот нет заданности временной не спешите не торопите не оглядывайтесь назад потому что за то что уже сзади этого уже нет вот как бы мы там сами не селись эмоционально это попытаться пережить когда вы перешли этот рубеж когда это уже невозможно но попробуйте переживайте а раньше как вы переживали прошлое события надо они вас выматывали там мы занимались сада мазохизм страдали вот а вот попробуйте вернитесь ничего не получится из времени вы уже не выпадаете это сознание просто наблюдающие это сознание в вечности она всегда проживает текущее мгновение а видимый мир предполагает перемены для наблюдающего сознания эти перемены пластичны даже если это взрыв какой-то да там какое-то событие он все равно тебя не затрагивает как нечто какой-то рубеж но там что-то разбомбили да какие-то там небоскребы упали ну упали упали а для всего мира это упали было вы помните самолеты это было вот вообще что-то что-то ну упали все падает пока мы живем в этом и все падает телефон из рук падают небоскребы падают ну падает все на этом свете все не так поэтому пусть падают мы то что тут вот причем вам чтобы мы не падали чтобы поднимались постепенно таскать работа и в этом же смерти нет вы забываете вообще эту проблему как только вы так уходите нет смерти и и не бывает вот в этом вся проблематика когда мы возвращаемся в старом и думаем о смерти а ее нет ну нет вот поэтому мы все загипнотизированы вот этим обстоятельствам поэтому сразу вот к этому возвращаемся для действий по трансформации они советую уединение потому что это глупо уедение нет необходимо только спокойствие то есть абсолютный контроль активности нужно поддерживать активность на уровне не затрагивающим уровень нот неравности работа вот это вот вот так и больше ничего то есть никаких уединений надо надо научиться в колючих условиях социуму молчание ума и молчание эмоциональной сферы все абсолютная ровность сознания вы действуете тогда изнутри это очень верный рецепт просто выединение вы никогда ровности не приобретете либо мысли вас будут донимать либо что-то еще а пребывающих в ашраме вот мать как говорит о людях которые пребывают в ашраме даже с предельным моим великодушием терпением и снисхождением добрая треть тех кто здесь находится находится здесь только потому что так им комфортно они работают когда хотят а когда не хотят не работают они всегда накормлены у них в любом случае есть крыша над головой и одежда а по сути они делают то что хотят нужно лишь создать видимость послушания вот и все и как только кто-нибудь лишает их этого комфорта они начинают ворчать йога не никакой речи то быть не может она в сотнях лет их сознание на языке у них много слов но языком все и ограничивается о тех людях которые в ашраме а там пожертвование какие-то они что-то работали хоть мелочевку делали кустанную какие-то суда брали ну короче как только соберешь кучу бездельников конец она уже не могла это все ограничить просто это знать как прорвало вот эту полотину монастырях тоже собирались вот я имею ввиду вот перед революцией как и гнать и бричи не ногать куча бездельников там говорит вот как и снег весной да сверху он белый а уже там внизу вся грязь вот этот вот этот монастырь вот он видел что там происходит то есть люди которые хотят комфортно жить сейчас там компьютеры мобильные телефоны все очень дескать монахи такие либо ты с приветом изначально либо очень интеллектуальный компьютерщик там подвижаются в боге знаете так вот вот смотришь на контрасте это видно сразу то есть тут уже сложно ошибиться до бога далеко вот но и до работы до йоги как магнитом комфортно нормально не думаешь о завтрашнем нехорошо и дачу не надо иметь там чего там возня тут какой-то общественный моровейный труд есть кто-то за тебя поработает там послушников наймут как эти работники трудники там нормально удобно как бога идти так как не обязательно туда-то идти ну бог везде гляди так что что такое шриобиндист сегодняшний там где-то воровили подвязать что монахи это одно и то же мать дала характеристику как правило только единицы на самом деле что-то делают находясь там а для того чтобы что-то делать не обязательно там находиться лучше не находиться даже потому что земной шар это как раз или общее человечество все но как раз более колючие чем вот там там такое дрейфующее как-то вот паре как духовные знаете вот с этим с душком а тут вот колючки в мире то что с колючках ты лучше вырастешь пробьешься лучше пусть а покалывает и выйдешь а христе что и робин да ясно сказал что это принесло такие понятия как человеколюбие гуманность братство на земле которых до этого не было тот непонимание миссии христа непонимание его учения было у матери и усат прямо до какого-то время у робин да прекрасно понимал цену тому что сделал иисус в автомате сат прям очень дистанцировались почему не дистанцировать потому что они в общем-то были под влиянием не его учения не сакральной глубины его учения от то что церковь представляла поэтому было отрицание церкви как таковой который назван его именем и соответственно на него это тоже как бы распространялась с их стороны иисус отнюдь не прославлял страдания как средство спасения мать чем-то говорит что вот он страдания провозглашал как средство спасения никогда об этом не говорю он сам страдал но потом люди провозгласили намеренные страдания как и средство спасения пострадаешь побольше достоевский эту тематику развивал таскать со своих позиций с этого дна в котором он находился полная глупость вообще-то таскать несоответствие тому чему он сам призывал отождествление христа с учением христианской церкви который застрял на ветхом завете совершенно непозволительно он был революционер а в действиях церкви революции никакой не намечается все плавно спущено на тормозах